Приветствую вас друзья на канале KINDRA'S LIFE. Готовим вкуснейшее блюдо из картошки под названием картофель Hasselbeck. Hasselbeck это блюдо шведской кухни, по нашему картошка гармошка. Картошка будет запекаться в духовке с питью разными начинками. Будет во-первых классический Hasselbeck, а также другие вкусные начинки. Для приготовления нам необходимы следующие ингредиенты. Во-первых, картофель. Картофель нужен продолговатой формы. Старайтесь выбирать такие крупные корнеплоды и их будет хорошо легко нарезать гармошкой. Также нам понадобится помидоры, зеленый лук, зелень укропа, чесночок и специи будем использовать черный молотый перец и соль. А еще нам надо будет бекон. Еще на начинку будем использовать твердый сыр. Также нам понадобится сливочное масло. А кроме сливочного масла нам надо будет еще и растительное масло. А еще нам надо будет один специальный девайс, приспособление. Китайские бамбуковые палочки. Палочки будут помогать нам нарезать картофель. Картофель я предварительно помыл, почистил его от грязи щеткой. И картофель мы используем в кожуре для приготовления. Но еще один вариант будет с очищенным картофелем. В процессе все увидите. А вы не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Мне важна ваша поддержка. Благодарю. Процесс приготовления начнем с того, что нам надо нарезать картофель особым способом. Для этого я буду использовать бамбуковые палочки. Мы их ложим таким вот образом, чтобы между ними положить картофелину. И картофель нарезаем не до конца, тонкими полосками. Сейчас все увидите. Наша задача аккуратно нарезать картофель таким образом, чтобы он получился в виде такой вот гармошки. Для этого мы используем палочки. Получается, нож на них упирается и картошка до конца не прорезается. Толщина где-то по полсантиметра. Нарезаем вот таким вот образом картошечку и делаем подготовительную работу. Кропотливое это дело. А одну картошечку мы почистим. У меня есть спецзаказ приготовить картошку гармошкой в чистом виде, в очищенном. Картошечку мы успешно нарезали, отставляем. И следующий этап подготовительных работ нарезаем бекон. Если у вас нет бекона, можете взять обычное сало. В качестве начинки, кроме бекона, можно использовать колбасу, копченую курицу, любую другую мясную начинку. Все зависит от ваших предпочтений и фантазии, а также что есть в холодильнике. Продолжаем нарезать. Бекон мы успешно нарезали. И следующий этап. Нарезаем кружочками, тоненькими такими слайсами помидорки, а также потом нарежем тоненькими кусочками, полосками твердый сыр. Часть твердого сыра мы нарезали кусочками, а часть натрем на крупную терку. Подготовительные работы выполнены по нарезке. Я беру декор. Для удобства я его устилаю фольгой. Можно использовать пергамент, можно еще не использовать. Главное смазать растительным маслом. Я смазал фольгу растительным маслом. И теперь очередь за картошечкой. Что мы делаем? Берем картошечку и аккуратненько вот так вот кисточкой я внутри ее промазываю, каждую дольку. Картошечку мы хорошенько промазали растительным маслом. И в классическом варианте начинка не используется. Мы ее просто посыпаем солькой. И перчим. А дальше, когда она уже будет практически готова, мы еще сделаем такую соус-солинку из сливочного масла и чеснока и польем. Будет очень вкусно. И сюда же пойдет классический вариант зеленый лук. Но это вы в процессе увидите. Пока что вот такая вот заготовочка-гармошечка. Посолили, поперчили, маслицем хорошенько смазали и ложим пока ее сюда. А следующую картошечку мы будем так же само промазывать маслицем и уже добавлять сюда бекончик. Будет очень вкусно. Второй вариант готов с беконом. Вот такая вот красивая картошечка получается. И мы ее тоже отправляем на декор. Следующий вариант. Помидорка и твердый сыр. Как всегда помазали, посыпали солькой, чуть-чуть черненького перчика и берем помидорку. Помидорку перекладываем с твердым сыром. Кроме помидора и сыра можно использовать любые другие овощи. Тот же болгарский перчик, например. Или даже баклажаны. Или кабачки. Будет очень вкусно. Четвертый вариант идет просто с твердым сыром. Как вы понимаете, здесь можно делать разные варианты приготовления. Основа картофель-гармошка и дальше разные начинки. И пятый вариант. Чищенный картофель. В качестве начинки будем использовать помидоры и сверху посыпем тертым сыром. Подготовленный картофель отправляем в хорошо разогретую до 200 градусов духовку. Запекаться на час. При этом за 10 минут до готовности мы его достанем и польем сливочным маслом с чесноком. В процессе все увидите. Пошли ставить духовку. Пока картошечка печется в духовке, займемся следующим этапом подготовительных работ. А именно, возьмем, нарежем чесночок и обжарим его на сливочном масле, чтобы потом полить нашу картошечку. Давайте нарезать чесночок. Чесночок мы изрубили и пошли его обжаривать на сливочном масле. Пошли. Чесночок мы освоили. Сразу после того, как он начал давать аромат и слегка золотиться, мы его снимаем с огня. Обжариваем буквально минуту, не больше. А сейчас займемся зеленью. Нам понадобятся зеленые перышки лука, поэтому мы отрезаем вот эту вот часть. И зеленый лук у нас пойдет для классического варианта. Нарезаем меленько. Лучок нарезали, очередь за укропчиком. Укропчик пойдет на украшение. Посыпем сверху весь картофель. Будет очень классно. Картошечка практически испеклась. Мы ее достали за 10 минут до готовности. И сейчас подьем ее сливочным маслом с чесночком. Дадим дополнительные ароматы и вкусы. Давайте поливать. Картошечка приготовилась, испеклась. Выглядит очень аппетитно. Ароматы стоят потрясающие. Гармония запахов и вкусов витает в воздухе. Сейчас будем все дегустировать. Но пока это еще не все. Классический вариант надо посыпать нарезанным зеленым лучком. Берем его и прямо так вот в эти разрезы добавляем. Красота! А другие варианты щедро посыпаем укропчиком. Все-таки, чтобы было какое-то отличие, не будем везде добавлять зеленый лук. Хотя, по большому счету, я вам скажу, зелень это всегда хорошо. Если вы любите зеленый лучок, укропчик, можете их не жалеть. Но в данном случае, чтобы все было красиво, и имелось какое-то отличие по вариантам, по вкусам, сделаем таким образом, как поступаю я. И так присыпаем все укропчиком. Все пять вариантов выглядят очень красиво и аппетитно. Хочется поскорее ответить. С чего же начать? Ну, давайте начнем с классического варианта. Возьмем, отрежем кусочек. Сразу же возьмем еще несколько вариантов с беконом, и с помидорками, и с сыром. И пятый вариант. Берем чищенный картофель. Ложим его в центр. Пробуем классику. Следующий вариант. Картофель с беконом. По первым двум вариантам. Что можно сказать? Ну, понятное дело, что картошечка и чесночок, это, друзья, это очень вкусно. Первый вариант классический. Зеленый лучок, картошечка, чесночок. Все натуральные вкусы, все натуральные ароматы. Это прекрасно, это вкусно. Картошечка с беконом получилась, понятное дело, такая слегка жирная, более сочная. В первом варианте картофель более получается такой сухой, а во втором он более жирный за счет того, что бекон начал топиться, и жир с беконом пропитал картошечку. Соответственно, получился свой такой привкус бекона, очень интересный. В принципе, нравится, но два варианта неплохие. Попробуем остальные. Чтобы оттенеть вкусы, возьмем водички. Так, и возьмем следующий вариант, это помидорки, сыр. Пробуем, отрежем кусочек. По третьему варианту, что можно сразу сказать? Чувствуется кислинка помидорки. Это тоже очень пикантно, интересно. Сочетание вкуса помидора и сыра очень интересное. Но за счет этой кислинки, все-таки, это больше на любителя, наверное. Я этот третий вариант оставлю пока что на третьем месте. Пробуем четвертый вариант. Чистый картофель и сыр. Пробуем. По четвертому варианту. Пока что он мне понравился больше всего. Сочетание вкуса картофеля и сыра, с нотками укропчика и чесночка, это самое интересное решение. Я ему пока ставлю на первое место. И пробуем пятый вариант. Очищенный картофель с сыром и помидоркой. Пробуем. По пятому варианту, что можно сказать? Понятно, что он похож по своему вкусу на вариант там, где неочищенный картофель с помидоркой и сыром идет. Единственное, что здесь нету кожуры. И вкус более такой мягкий. Все-таки кожура, она придает свои нотки вкуса. И если сравнивать очищенный картофель и неочищенный в сочетании с помидоркой и сыром, я бы выбрал вариант все-таки с кожурой. Кожура, она придает все-таки свой какой-то такой неповторимый шарм. Что можно сказать в целом про кулинарный мой эксперимент, про мое кулинарное приготовление? Блюдо шикарное. Смотрится красиво. Подача шикарная. Все очень вкусно. Гамма чувств переполняет меня, потому что вот эти все вкусы, ароматы, они здесь витают в воздухе. И так и хочется поскорее выключить камеру и просто насладиться этим вкусным блюдом. Советую вам приготовить по этому рецепту хотя бы один раз. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями, готовьте сами. А я для вас буду снимать еще больше вкусных и интересных видео.